МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа «Новости 24 часа» в студии Олег Степанюк. Здравствуйте. И в этом выпуске. Признание активной интеграционной политики Беларуси. Президент встретился с участниками Совета глав правительств СНГ. Инспекция завершена. Эксперты готовят выводы о возможности поставок продукции белорусских мясокомбинатов на китайский рынок. Юбилей крупнейшего вуза страны. Известные выпускники поздравляют Белгосуниверситет с 95-летием обоснования. Признание активной интеграционной политики Беларуси. Президент встретился с участниками Совета глав правительств СНГ. Александр Лукашенко заявил, что в основе каждого нового решения в странах СНГ должна быть окупаемость. Это одна из ключевых тем актуальной повестки дня в условиях экономического спада, ощутимого во всех странах интеграционных образований. В основе каждого нового решения должна лежать экономическая целесообразность и финансовая окупаемость. Последние годы мы постоянно испытываем проблемы с полнотой формирования бюджета органов СНГ. Считаю, что одной из причин этого является отсутствие так называемых инновационных идей и ярких результатов в сфере взаимодействия СНГ. Отсюда снижение интереса к самому СНГ и это видно на примере одного из основных факторов финансирования. Нужны амбициозные задачи, необходимы общие точки экономического роста, основанные на принципах производственного, инвестиционного, научного взаимодействия. Наши ученые в качестве одного из факторов развития научно-технического, инновационного потенциала стран СНГ видят сотрудничество в исследовании и использовании, допустим, космоса в мирных целях. Базисом такого взаимодействия мог бы стать крупный совместный космический проект, реализуемый на основе объединения ресурсов стран СНГ в целях получения весомых научных, практических, экономических результатов. Важным направлением является обеспечение внутренних рынков стратегическими сырьевыми ресурсами, в том числе энергетическими. Необходимы актуализация и взаимная увязка национальных энергетических программ наших государств. Энергетическая кооперация, внедрение новых технологий, увеличение доли альтернативной энергетики. В контексте Евразийского экономического союза государства-участники, по мнению президента, не должны топтаться на месте при реализации достигнутых договоренностей. Например, определены четкие сроки по устранению изъятий, барьеров и ограничений в торговле. Их насчитывается несколько сотен. Однако пока ситуация не самая радужная. На многих направлениях отмечается сильное отставание. Нами разработана белая книга, в которой мы подробно изложили барьеры, ограничения и изъятия, которые сегодня существуют у нас и которые препятствуют созданию единых рынков. Этот документ направлен сегодня в правительство. И мы думаем, что детальное обсуждение подготовленного документа позволит нам четко определить, какими шагами мы можем продвигаться вперед для снятия всех барьеров и ограничений, которые у нас сегодня существуют. И сегодня же президент Беларуси Александр Лукашенко провел ряд двусторонних встреч. С председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым обсуждались наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях. О Минске, как мирной площадке для переговоров, шла речь на встрече Александра Лукашенко с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эйюбовым. Лидер белорусского государства поздравил с итогами референдума в Азербайджане по изменению конституции страны и подтвердил договоренность о встрече с главой Азербайджана 28-29 ноября. В ходе ее планируется обсудить возможные решения целого ряда накопившихся проблем. Заседание Совета главправитель Содружества независимых государств прошло в Национальной библиотеке. Переговоры состоялись как в узком, так и расширенном составах. Всего в повестке дня было более 20 проектов документов. Практически каждый второй из них с экономической составляющей. По-прежнему для союзников главным остается реализация положений договора о зоне свободной торговли. Уже согласованы правила регулирования госзакупок, готовится документ о свободной торговле услугами. Тем не менее еще нужно согласовать положение договора с соглашениями других интеграционных объединений. Так сложилось исторически, что центральное место в Содружестве занимают вопросы экономического взаимодействия. Нами разработана стратегия экономического развития на период до 2020 года. Задачи поставлены серьезные. Документ охватывает более 20 направлений и насчитывает 290 практических мероприятий. Их реализация призвана создать реальные условия для устойчивого развития экономик наших стран, структурных преобразований в различных сферах деятельности. По итогам заседания подписан пакет документов. В том числе утверждена концепция формирования и развития рынка интеллектуальной собственности. Подписи поставлены под соглашением о сотрудничестве в области карантина растения, а также под прогнозом производства и потребления энергоресурсов в СНГ на период до 2030 года. Президент Беларуси завтра направится в Ближневосточный регион. Во время официального визита в Катар Александр Лукашенко проведет переговоры с эмиром страны шехом Тамимом Бенхамадом Альтани. По итогам встречи ожидается подписание ряда двухсторонних документов. Из столицы Катара президент Беларуси направится с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Там также запланирован ряд деловых встреч. Перспективное направление развития двустороннего сотрудничества, реализация совместных проектов будет обсуждаться с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем Эмирата Дубай. Вблизи Масула боевики исламского государства убили более 230 человек. Жертвами стали не только мирные жители, но и бывшие иракские военнослужащие. Сейчас в плену находится около 8 тысяч семей. В ООН полагают, что террористы будут готовы использовать этих людей в качестве живого щита. Напомню, наступление на Масул началось 17 октября. Иракские власти хотят вернуть под свой контроль город, захваченный исламским государством. Почти 700 повторных подземных толчков зарегистрировали в Италии за последние два дня после землетрясения магнитуды около шести. Стихия в основном затронула городки в центральной части, однако толчки почувствовали жители практически всей страны. Власти сообщают о разрушениях, которые нанесли значительный урон экономике. Информации о погибших нет. Известно, что без крова остались более 4 тысяч человек. Их эвакуировали и перевезли в другие города. Отмечив затронутых землетрясением районах, располагаются горнолыжные спуски. Их подготавливали к зимнему туристическому сезону. У иранской границы на магистральном газопроводе Иран-Турция прогремел взрыв. После инцидента возник пожар, который уже потушили экстренные службы. О пострадавших пока не сообщается. Сейчас подача газа остановлена. Начато расследование причин аварии. По предварительным данным рассматриваются две версии произошедшего. Техническая неисправность и атака со стороны рабочей партии Курдистана. Ее активисты ранее уже выводили из строя этот газопровод. В Вашингтоне школьный автобус столкнулся с метробусом. В результате аварии госпитализировали более 40 человек. Еще четырем оказали медицинскую помощь на месте. Специалисты сообщают, что пострадавшие получили незначительные травмы. Подробности происшествия выясняются. В Великобритании примет еще несколько сотен детей из французского калия. Речь идет о несовершеннолетних, чьи родственники уже находятся в туманном Альбионе. Власти подчеркнули, что будут жестко подходить к численности принимаемых беженцев. Приоритеты наиболее уязвимые, поэтому фокусироваться будут на приеме девочек. Напомню, расселение стихийного лагеря мигрантов, получившего название джунгли, уже завершилось. Более пяти с половиной тысяч беженцев нашли приют в центрах размещения во французских городах. Крупнейший в мире морской заповедник создадут в Антарктике. Его площадь будет составлять более полутора миллионов квадратных километров. Промысел по добыче рыбы там запретят на 35 лет. К такому решению пришли участники ежегодной комиссии морских живых ресурсов Антарктики. Заповедную зону создадут в море Росса. Оно занимает лишь 2% Южного океана, однако там обитает треть мировой популяции пингвинов и буревестников. Ольга Дежнева, телекомпания СТВ. Беларусь рассчитывает на усиление двусторонних связей со странами Центральной европейской инициативы. Наша страна будет председательствовать в объединении в следующем году. Сегодня в МИД завершились консультации с секретариатом инициативы. Беларусь придерживается позиции не конфронтации, а выстраивания мостов в Европе. В это региональное объединение входит 18 государств континента. Акцент делается на проектах, которые касаются не только транспорта и логистики, но всего комплекса вопросов по преодолению барьеров в таможенных процедурах, в стандартах, в области информационных технологий и в торговле. Китайские ветеринары завершили официальную инспекцию белорусских мясоперерабатывающих предприятий. С начала этой недели эксперты изучали отечественные подходы к содержанию, к кормлению скота, а также правила производства мяса и мясных изделий. Китайские специалисты положительно оценили работу белорусских коллег и в целом уровень ветеринарной службы в стране. Мы довольны проведенными исследованиями. Можно сказать, что во многом белорусские и китайские подходы совпадают. Нам еще необходимо изучить большое количество мелких нюансов, от вариантов кормления скота до содержания в мясе лекарственных препаратов, без которых не обходится ни одно производство в мире. Далее мы планируем структурировать стандарты двух стран, чтобы избежать несоответствий, когда начнутся поставки говядины. Юбилей старейшего вуза страны. 95-летие отмечает Белорусский государственный университет. Здесь учатся студенты почти из 50 стран. БГУ занимает 354 место в рейтинге университетов мира. За годы существования Белгосуниверситета в его стенах подготовили более 150 тысяч специалистов. Сегодня в торжественной обстановке награждали преподавателей, сотрудников и ученых. Звание ведущего университета нашей страны, оно ко многому обязывает и не позволяет стоять на месте, потому что на университет, на БГУ ориентируются другие. Это гордость страны, это бренд Республики Беларусь. Поэтому мы гордимся, что БГУ, вы знаете, сейчас он входит 2% лучших университетов мира. Это всемирно известный университет. Университет должен просветать. Будем делать все для того, чтобы это было именно так. Заключительные ярмарочные выходные ожидают минчан. Предприятие всех областей Беларуси представит продукцию на площадке Учижовка-Арены. Праздник торговли в предстоящие субботу и воскресенье будет проходить с 9 до 16 часов. В ноябре на смену сельскохозяйственным ярмаркам придут рыбные. Их будут проводить в Минске по выходным дням, пока позволит погода. На этом у меня все. Далее спортивное обозрение. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Следующий выпуск в 19.30 проведет моя коллега Ирина Ромбальская. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok